МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Там рассказали, как правильно отчислять курортный сбор. Его начнут взимать с 16 июля. Школьникам будут рассказывать о вреде наркотиков, начиная с 4-го класса. Такое решение принято на заседании антинаркотической комиссии. Творчество народов мира глазами детей. Сочи принимает международный фестиваль-конкурс «Планета искусств». На Кубани с начала года составили почти 3 тысячи протоколов о нарушении пожарной безопасности. Статистику озвучили в Краснодаре на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Губернатор Крайвини Амин Кондратьев обсудил вместе с заместителями, руководителями ответственных ведомств и главами районов, как свистикнули у количества огненных трагедий в регионе. В нескольких районах объявлен самый высокий, 5-й класс пожароопасности. С подробностями наши краснодарские коллеги. Полгектара сухой травы вспыхнули под Геленджиком. Сразу 4 таких же пожара тушили под Анапой. Это данные сводок МЧС за последние несколько недель. При этом настоящая жара на Кубани еще не пришла. На заседании Краевой комиссии по предупреждению ликвидации ЧС губернатору докладывают. Самый пожароопасный период еще впереди. Уже две недели у нас не было дождей. И ожидаются до конца практически второй декады у нас серьезных осадков. Потом будет небольшой перерыв. И дальше у нас, когда уже температуры перейдут 30 градусов в отметку, и вот как раз вторая половина июля, эта температура уже будет преимущественно больше 35 градусов. Вот в этот период по нашим расчетам получается, что наибольшая максимальная вероятность возникновения пожароопасности 5-го класса. Сегодня важно сработать на предупреждение, говорит Вениамин Кондратьев. Среди основных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем. Ведь сухая трава горит не только в полях. Придомовые территории тоже нередко объяты пламенем. Особенно, если там вовремя не убран мусор или накиданы ветки. Полномочия по контролю за выполнением правил благоустройства территории и привлечения к административной ответственности виновных лиц возложены на административные комиссии городских и сельских поселений и муниципальных образований. Я хотел бы обратить внимание на статистику. По сравнению с прошлым годом, вот горячий ключ в прошлом году – ноль. Протокол административных комиссий в этом году – ноль. Ленинградский район – ноль. Новопокровский район – ноль. Северский – ноль. Тихорецкий, Туапсинский и Услабинский. Как в прошлом году административные комиссии не работали, так и в этом году не работали. Дайте мне перечень тех должностных лиц, в целом по краю, которые, невзирая на меры, в том числе ответственности, они продолжают систематически не выполнять свои должностные обязанности. И все. И дальше мы поставим точку. Никто никого уговаривать не будет и не должен. Каждый просто должен выполнять свою работу качественно. И все. Я всегда коллеге говорю, кто уже устал работать, но, наверное, нужно найти другое место работы. Там, где будет интересней. Там, где максимально человек будет выкладываться уже для того, чтобы результат получить. Но случается и так, что мусор горит в гораздо больших масштабах. От жителей сразу двух районов – Абинского и Крымского – регулярно поступают жалобы. Вот уже несколько месяцев тлеет полигон. Андрей Тович, что там за полигон такой? Ну, это полигон, конечно, красиво сказано. Скорее всего, свалка. Потому что, если бы этот полигон не дымился. А если 9 месяцев дымится, тогда уже давно надо что-то предпринять. И почему жители Абинского и Крымского района отбороста подняли? Потому что они живут в этом запахе. И в этом задымлении. Полигон в Абинском районе – это лицензированный полигон, имеет лицензию. Возгорание там происходит в связи с нарушением технологии утилизации твердых бытовых отходов. То есть, не своевременно и не в полной мере происходит пересыпка мусора грунтом и инертными материалами. Неоднократно обращали внимание собственников этого полигона на эту ситуацию. Те даже снаэлица, которые должны быть действенными и принципиальными, может быть, они не до конца действенные и принципиальны. То есть, я не могу понять. Почему до сих пор он дымится? А собственник этот, он ничего не боится тоже? Включите нам Абинский район. Вениамин Иванович, сегодня мы имеем в виде Ланцевой Анны Васильевны регионального оператора, которая прошла все конкурсные процедуры. Коллеги, я думаю, что можно и охранять свой полигон. Мы же не поддерживаем ее бездетельности. А наоборот, тогда взять и, смотрите, альтернативные способы замены и оператора, в том числе, и другого собственника. Если жители сегодня говорят об этом, если это подтвердится, тогда никаких уже оправданий ни мне, ни жителям не нужно. Андрей Анатольевич, давайте выйти на место, сформируйте ответственных товарищей, четко мне доложите. Есть задымление? Нет задымления. Есть запах? Нет. Вот мне тогда объективно еще к пятнице, вот к пятнадцатому мне нужен полный ответ. Чтобы избежать больших огненных трагедий, уже сегодня строго запрещено сжигание стерни и сухой травы. Ведь пламя может запросто дойти до населенных пунктов. Особый режим введен и во всех городах участников Чемпионата мира по футболу. На Кубани это Сочи, Краснодар, Геленджик и Анапа. На время спортивного праздника там закрыты для прогулок и отдыха лесные массивы. Сегодня во всех городах введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет посещения лесов, разведения костров и все, что с этим связано. Вот здесь важно понимать, раз мы ввели особый противопожарный режим, как он тоже будет исполняться конкретно на практике. Не просто на бумаге ввели и все. Хотя бы для начала давайте до всех доведем то, что такой режим есть. И что в лес направляться для пикника уже нельзя. Не рекомендуется, а нельзя. Просто навалитесь сегодня на средства массовой информации, чтобы люди осознали, ведь слишком дорогая цена любого маленького костра, даже непотушенной спички. Слишком дорогая цена. Если мы это сможем оградить лес от желающих шашлыки пожарить, тогда когда все-таки введен особый противопожарный режим, тогда на самом деле и будет тот результат, о котором мы говорим. Да и тушить, коллеги, ничего не придется. Уже сегодня в Краснодарском крае стартовала уборочная кампания. Начался курортный сезон. Считанные дни остались до чемпионата мира по футболу. А значит, времени на раскачку больше нет, говорит Вениамин Кондратьев. Все экстренные службы должны находиться в режиме полной готовности и вести постоянный мониторинг ситуации. Ведь причиной большого пожара может стать любая маленькая искра. Мария Крошина, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар. Спасательные службы Краснодарского края переведены на усиленный режим работы. Сегодня пожарную часть в Олимпийском парке Сочи посетил глава МЧС России Евгений Зиничев. Вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым Зиничев проверил личный состав и технику, которые будут нести службу во время чемпионата мира по футболу. А эта автолестница уже с более высокой высотой подъема, до 42 метров. И особенность этой автолестницы является непосредственно надстройка Магирус, современная, на ней установлена спасательная люлька, то есть она позволяет уменьшить время спасения. На территории пожарной части организован региональный оперативный штаб краевого управления МЧС. Специалисты следят за обстановкой в режиме реального времени. Вениамин Кондратьев обратил внимание на то, что важно не только быть готовыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, но и предупреждать их. На совещании, которое провел в Сочи глава МЧС, говорили и о безопасности в Краснодарском крае в целом. Так губернатор попросил Евгения Зиничева поддержать инициативу региона очистки русел рек на территории края. По закону сейчас заниматься этим нельзя, так как все полномочия находятся у федеральных ведомств. При этом затопление прибрежных территорий из-за забившихся русел – одна из острых проблем на Кубани. Русло рек нужно чистить. В общем, вопрос. А сегодня ни муниципальное образование, ни субъект мы не можем, не имеем права в силу закона зайти и чистить русло рек, потому что здесь необходимо целый ряд каких-то непонятных документов, а кроме того еще и Министерство природы России здесь занимает определенную позицию. Поэтому здесь мы также, вот этот подход, не ликвидировать нужно, а предупреждать. А предупреждать нужно только в том случае, если мы сможем вовремя эти реки чистить просто-напросто от того сельевого потока и гравина этой смеси, которая с гор спускается. Если это возможно, мы выйдем с ассоциативой в правительство. Глава МЧС России инициативу поддержал. Также на совещании говорили и о том, что необходимо уделять больше внимания пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах. Вениамин Кондратьев считает, стоит наладить систему, при которой МЧС могло бы проводить экспертизу таких комплексов еще на стадии проекта, а не когда здание уже построено. Работают на стадии предупреждения любых ситуаций, которые могут возникать в этих торговых центрах, комплексах, в любых объектах массового пребывания людей. И с чем мы столкнулись? Мы сейчас проверили эти объекты, опять-таки, благодаря сотрудникам МЧС и выявили ряд конструктивных нарушений. Потому что они конструктивно изначально были заложены в проекте. Поэтому здесь огромная просьба, если можно вернуться опять к тем нормативным актам, по которым Министерство численной ситуации могло согласовывать еще места массового пребывания людей, объекты, на стадии проекта. И, естественно, принимать эти объекты в эксплуатацию. Потому что сейчас, я еще раз подчеркиваю, мы не можем, даже если выявили ряд конструктивных нарушений, не можем уже ни на что повлиять. Выходите с законодательной инициативой. Мы поддержим, я думаю, и в субъектах России вас поддержат. Спасибо, Ильич. Вот за это огромное спасибо. Согласование получили. Мы выходим из инициативы и просим вашей поддержки. Потому что цена вопроса слишком может быть дорогой. После совещания Евгений Зиничев наградил за службу сотрудников Краевого управления МЧС. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи дни проведения матчей Чемпионата мира по футболу объявили выходными. Руководителям предприятий города рекомендовали освободить сотрудников от работы 15, 18, 23, 26 и 30 июня, а также 7 июля. Это необходимо для оптимального функционирования объектов жизнедеятельности и снижения нагрузки на транспортную инфраструктуру курорта. Соответствующее распоряжение 7 июня подписал глава Сочи. В эти дни на курорте будут проходить отборочные матчи, а также матчи 1-8 и четверть финала Чемпионата мира. Известно, что футбольный стадион «Фиш» совмещает в себя более 48 тысяч болельщиков. Все они смогут добраться до Олимпийского парка на общественном транспорте, автобусах, шаттлах и электропоездах, причем абсолютно бесплатно. Все, кто не поедет на «Фиш», смогут поболеть за любимую команду на площадке FIFA FanFest, которая откроется 14 июня на площади Южного Мола. Практически ежедневно здесь будут выступать отечественные и зарубежные звезды. Онлайн-трансляция матчей будет проводиться на большом экране. Как правильно собирать курортный сбор, сочинским ательером рассказали на специальном тренинге, который в эти дни проводят городские краевые специалисты. Сбор на Кубани вводится с 16 июля, поэтому санаторно-курортные предприятия уже должны быть в полной готовности. Нюансы и механизм взимания предстоящего сбора. Руководители городских отелей, санаториев и гостиниц в режиме диалога обсудили с заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. За отдых в Сочи нужно будет заплатить 10 рублей в сутки. Взимать же курортный сбор будет обязанностью операторов, то есть всех, кто оказывает гостиничные услуги. Для них Краевое министерство по курортам совместно с городским управлением, курирующим эту отрасль, организовало тренинги. Координаторы программы отвечают на интересующие вопросы, руководители средств размещения и объясняют технические нюансы. Эту работу, безусловно, придется выполнять. Федеральный закон в том году вступил в силу, принять также Краевой закон. Мы, конечно же, ожидаем максимальный сбор в данном направлении денежных средств, которые планируются. И только их цель направления – это на восстановление инфраструктуры. Сейчас мы пока слышим от наших коллег, отельеров, насколько для них это будет немножко дополнительно труд по взиманию, оформлению, администрированию и перечислению. Пока со стороны туристов мы какого-то негатива не наблюдаем. Взимать курортный сбор с отдыхающих в этом году будут до декабря включительно. За эти полгода Сочи планирует собрать порядка 26 миллионов рублей. Вся сумма будет потрачена на развитие курортной инфраструктуры. Контролировать же расходование курортного сбора будет специально созданный общественный совет. Поинтересоваться, куда именно пойдут средства, может и каждый гость курортов Краснодарского края. Информация будет опубликована на сайте регионального министерства курортов. Естественно, большая работа лежит на плечах наших гостиничных руководителей в плане информирования гостей, в плане организации этого сбора. Самое главное – это все понимания, для чего это делается. Мы планируем благоустроить все подходы к муниципальным пляжам, планируем заменить всю уличную мебель, это лавки, это урны. Все это должно уже приобретать новый современный вид. Помимо этого, планируем также сделать несколько точек притяжения, то есть своего рода фотозоны, которые бы также притягивали туристов, которые приедут в город Сочи. Собственникам и арендаторам средств размещения не только разъяснили все нюансы, но и напомнили о том, что 23 июня каждый из них обязан заполнить заявку на включение в реестр операторов курортного сбора. В противном случае к ним будет применена административная ответственность. Напомним, участникам эксперимента будет не вся территория региона, а только Сочи с Анапой, Геленджик с горячим ключом, а также Новомихайловская, Джубга, Небук и Шепси. Галина Моисеева, Ингагабешия, Михаил Дубинин, телекомпания С 2012 года валовое производство чая в Краснодарском крае увеличилось в три раза. Об этом сообщает сайт Коммерсант. Начиная с 2012 года валовое производство чая в Краснодарском крае увеличилось более чем в три раза и составило 553 тонны. Такая информация прозвучала на выездном совещании депутатов Краевого ЗАГС Собрания на чайной плантации в Сочи. Депутаты переговорились с чаеводами о проблемах, которые мешают отрасли развиваться. Одна из основных – эффективность использования земельных участков, занятых чайными плантациями, и участков, требующих передачи с федеральной собственности в краевую и муниципальную. Также обсуждалось качество продукции. Необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся купажирования краснодарского чая. Дело в том, что пока процентное соотношение чайного листа различного происхождения в составе купажа с наименованием «краснодарский чай» нормативно не урегулировано. Сочинские аптеки, продающие запрещенные препараты несовершеннолетним, закроют. Такое решение принято на заседании городской антинаркотической комиссии. Первый пункт повестки – безрецептурный отпуск лекарств, содержащих прегаболин. Это противоэпилептические препараты. Но за ними охотятся и любители наркотического дурмана. Было выявлено порядка и тех аптек, такие как ООО «Веста плюс», ООО «Формула здоровья», ООО «Массе», а также буквально на днях ИП Кириллина и ООО «Паспорт» реализуют больших объемов, больших масштабов. На самом деле, доходы от того, что эти препараты приобретают дети, совершеннолетние, потом мы получаем сообщение об отравлении на территории города Сочи. Есть практика по России, когда через арбитражный суд данные аптечные учреждения лишаются, приостанавливается деятельность судебным порядком на три месяца. Также обсудили результаты социально-психологического тестирования школьников на предмет употребления наркотических и психотропных средств. Есть оптимистичные итоги. Так, в школе номер 26, где в прошлом году условно положительный результат получили больше 20 учеников, в этом году чистыми оказались все 443 проверенных ученика. Но зато выросли и тревожные показатели в 28-й школе. Ей решено уделить особое внимание. Наркологи отмечают, часто дети знакомятся с вредными привычками уже в седьмом классе. А профилактическая работа ведется только с восьмого. Поэтому решили на совещании необходимо снизить возрастной ценз. Рассказывать и показывать профилактические фильмы будут школьникам, начиная с четвертого класса. Сочи принимает международный фестиваль-конкурс «Планета искусств. Творчество народов мира». Он ежегодно проводится в нескольких городах. В Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Калининграде, а также Республике Крым и в Болгарии. Участники фестиваля – хореографические и вокальные коллективы из Республик Крым, Якутии, Ростовской и Иркутской областей, Санкт-Петербурга, а также коллективы Краснодарского края. Два раза в год в конкурсе «Планета искусств. Творчество народов мира» принимают участие в ансамбле образцово-вокальных спром «Ты хореографический кристалл» из Новошахтинска. Лауреаты всегда. Первые, вторые места – образцовый коллектив. Мы просто коллективу в следующем году будет 20 лет. И он все время выездной, конкурсный. Выпускники коллектива поют. Одна девочка у нас поет в Мариинском театре в Питере. Но остальные – в Москве. Традиционно украшением фестиваля является детский театр балета «Алмазы Якутии». Он принимал участие в культурной программе ЮНЕСКО во Франции. «Алмазам Якутии» аплодировала публика в Египте и на Кипре, в Германии, Италии и США. Воспитники детского театра балета становились лауреатами фестиваля в Болгарии. Их приглашали на тунисский карнавал. Они были награждены правительством России и мэрии Москвы. Здесь, в Сочи, впервые. Первое впечатление было, конечно, прекрасно. Прекрасный город. Самое яркое впечатление оставили нам поющие фонтаны, которые мы увидели вчера. Интересные были экскурсии. Мы очень много гуляли. Специальный гость фестиваля и член жюри Лариса Полунина – хореограф, участница проекта «Танцуй», преподаватель лаборатории танцевальных искусств. Мне интересно, что сегодня они нам покажут на сцене. Конечно, безусловно, приятно всегда смотреть на детей, потому что это чистая энергетика, чистая энергия. И хочется, чтобы они были честными по отношению к танцу, чтобы они получали удовольствие от того, что они делают. И, безусловно, чтобы для них это был праздник. Обязательные условия конкурса – показать выбранную культуру любого народа. Номинации разные – хореографии, вокал, инструментальное исполнительство, оригинальный жанр, театр, журналистика и фотография. Пройдут также мастер-классы и выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Елена Аксицына, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». И в завершение информации от партнера программы. Санаторий «Черноморье» приглашают в лечебно-диагностический спортивно-оздоровительный центр. К вашим услугам – крытые открытые бассейны, теннисные корты, спа-зона, собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Спасибо.